200 наименований продукции выпускает Орловский хлебокомбинат. К юбилею города пекари обещают порадовать вкусными новинками. Производственные мощности комбината 1 августа показали временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Клычкову. Время выражения фары 300 мм часа как минимум, может быть даже 4 часа. И за это время происходит сбраживание сухих веществ. Поэтому очень многие сейчас гонятся за выходом. Зачем сухие вещества муки будут превращаться в воздух? И экономят, переходят на бездрожевое производство. Это говорят, дрожжи вредные. Ничего не вредные. Дрожжи даже в воздухе витают, дрожжевые хлебки. Подготовку опары для будущего теста хлебобулочной продукции руководитель региона лицезрел лично. Традиционная рецептура, старинные традиции – все это до сих пор применяют орловские пекари. Возможно, поэтому вкусный хлеб и хлебобулочную продукцию покупают и ценят не только в Орловской области. Сегодня стоит задача о том, чтобы мы орловскую продукцию максимально продвигали. Вот Андрей Владимирович поговорили. И посмотреть московские рынки. И я могу вам сказать, что со своей стороны все, что мы можем, сейчас мы проводим официально Дни Орловской области в Москве для того, чтобы показать все виды продукции, возможные продукции, которые представить. Сегодня в области действует региональная программа реальной инвестиции. Она предусматривает меры поддержки местных товаропроизводителей. Кстати, работники хлебокомбината попросили Андрея Клычкова посодействовать и в решении другого вопроса, связанного с обустройством светофора на пересечении улиц Горького и Красноармейской. А работников муниципального предприятия «Орелводоканал» также интересовал вопрос мер поддержки. Прекрасно понимаете, и с качеством воды, и с коммуникациями. Сегодня мы рассматривали уже несколько вариантов и формирование программы, начиная от районных составляющих, заканчивая общерегиональные. Есть вопросы и с финансированием, потому что мы должны понимать, что легко заявить о программе, другой вопрос ее реализовать. Коммерческие предложения поступают. Однако же, по словам в Рио-губернатора, «Водоканал» должен остаться в муниципальном управлении города, а не переходить в частные руки. Вода, тепло, газ и электричество – это первоочередные задачи системы жизнеобеспечения. В Орле, в Орловской области, своя проблема есть по количеству железа. И мы все прекрасно понимаем, что у каждого есть дома чайник, и мы все видим, что с чайником происходит. Это вопрос не только возможности попить раз или два или три или каждый день воду из-под крана, это вопрос, в принципе, функционирования всей системы. И от воды зависит большой пласт здоровья. И, конечно, мы анализировали по своей линии те заболевания, которые распространены в регионе. Часть из них совершенно точно связана с водой. Работа по очистным сооружениям и коммуникациям в Орле будет продолжена и впредь. Напомним, в 2015 году в областном центре была построена станция обезжелезивания воды. В некоторых районах областного центра тогда удалось решить проблему с качеством. «Водоканал» не был всегда избалован губернской вниманием. Поэтому я хочу вам напоминание о водоканале оставить. И все-таки помогать. В ходе объезда советского района Орла руководитель региона посмотрел ход ремонтных работ на улице приборостроительной. Кстати, только в этом году на ремонтные работы советского района было потрачено 60 миллионов рублей по программе «Стандарты дорожных работ, объемы и качества». Девять дорог получат новую дорожную одежду. Действительно, в этом году мы беспрецедентно большие деньги на дороги потратили. 4,6 миллиарда рублей. Это в несколько раз, в несколько раз, во много больше, чем тратилось в предыдущий период. Удалось попасть и в федеральные программы, и региональные средства направить в полном объеме. Экономию направить дополнительно. Мы городу Орлу передали совсем недавно 86 миллионов рублей еще дополнительно для того, чтобы работу выполнить. Но даже этих средств их недостаточно для того, чтобы закрыть все потребности. При строительстве дорог, еще раз подчеркнул в рио губернатора, нужно обращать внимание на обустройство и других ее составляющих. Это тротуар, благоустройство и дворовая территория. Комплексный подход будет приветствоваться. Виктория Юркова, Эдуард Чернауско, Сергей Руднев. Телеканал Первый областной.